итак всем доброе утро всем доброе утро дорогие друзья hello bonjour значит мы продолжаем изучать тору совместно до развиваем свою связь с богом улучшая мир и вообще выполняем тут то для чего человек был создан то есть как бы самое важное занятие до милия берман доброе утро бург а то адвина и района мэр аудам шаколь не я бедора рита израилевна доброе утро здравствуйте очень рад что вы тоже с нами значит влад косов и елена фетисова все и значит мы продолжаем изучать мишнает то есть устную тору перте вот значит вчера мы говорили о том что двое которые сидят и разговаривают не о торе это как собрание клоунов а те которые разговаривают о торе то божественное присутствие сразу же приходит туда где они разговаривают это значит что сейчас вот мы изучаем тору и сразу же появляется божественное присутствие в нашей с вами жизни то есть прямо через слова торы вот эта книжка перте вот значит мы и я ее открываю и через эту книгу с нами разговаривает свыше прям божественное присутствие значит сейчас нас мишна мишна которую сказал один из самых уникальных и известных мудрецов в истории еврейского народа ради шиман бар юхай ради шиман бар юхай который который знаете этот праздник лакба умер это день его смерти который записал книгу зоор это не он записал это его учения записали потом его ученики который провел 13 лет в пещере вместе со своим сыном скрываясь от римлян и все это время питаясь плодами рожкового дерева родником который для него открылся и находясь вот представляете 13 лет пещере и он изучал тору с помощью уже ангелов дата с него приходил ангел и он с ним значит занимался изучением постижением тайм мироздания то есть куда мы это говорим мы как бы не представляем как это а по факту то есть мы находимся в некой маленькой части реальности которую воспринимаем если увеличить возможности восприятия вот там например и некоторые люди видят там лсд галлюциноденные на разные препараты все и у них открываются на какое-то время возможности ума который у человека обычного скрыты и значит они видят то чего мы не видим в талмуде сказано интересная речь что если бы глаз человека мог видеть всю реальность человек бы сошел с ума мозг бы не выдержал бы этого этого вида да то что человек увидит и как-то один из мудрецов решил это проверить там в талмуде приводится рецепт специального средства которое если там его сделать и помазать им глаза то у тебя открывается это видение и он увидел и сразу сошел с ума сразу сошел с ума представляете то есть мы видели всех этих сущности духовные и так далее это вообще было бы очень страшно да если мы просто видели эти бактерии которые в нас живут нам тоже было бы очень страшно у человека в животе живет три килограмма бактерий каких-то да которые больше вообще живые существа у человека внутри живет бактериально еще одно как бы создание которое в нем внутри живет и и все хорошо значит поэтому давайте это было легкое предисловие раби шиман барюха он был ученик рабиакивы он был один из таких вот прямо знаковых людей в передаче устной торы обладал сверхспособностями потому что когда он вышел через 12 лет после из пещеры первый раз он когда вышел то он увидел как крестьянин пашет землю и он на него посмотрел и говорит как такое может быть в мире где можно изучать тору а он землю пашет он на него посмотрел и крестьянин сгорел просто сгорел а тогда раздался небесный голос бог ему говорит я говорит не для того мир создавал чтобы ты его разрушал то есть как бы в том-то все и дело что это выбор человека не все должны не не все должны не все могут подняться на такой духовный уровень то есть люди которые должны пахать если люди которые специально обученные люди есть которые там ремонты делают например умеют все ходе есть люди которые могут учить тору и постигать вот эту высшую мудрость то есть к всему в этом мире есть свое место и значит раби шиман еще на год вернулся в пещеру чтобы успокоиться он через год успокоился вышел и уже он такой не был резкий я думал интересно вчера я думал вот почему евреи не приняли например христианство до живя в израиле сын раби шиман барюха раби лезер сын раби шимона он когда умер он после этого 18 лет лежал еще на чердоте дома и отвечал на вопросы к нему люди приходили задавали вопросы раздавался голос ответ на вопросы его и он не портился там на этом самом потому что это в талмуде рассказано баба мице то есть были вот эти вот все мудрецы раби шимон который взглядом сжигал раби его сын который 18 лежал на чердоте на вопросы отвечал то есть удивить тем что кого-то воскресил кто-то воскрес это не одну никого не удивило удивить тем что кого-то казнили римляне казнили после этого 10 мудрецов включая раби акива которого раздирали ключами да а он говорит о я всю жизнь об этом мечтал говорит это вообще как мне повезло отдать за бога душу тоже неудивительная вещь да когда и все 10 мудрецов умирая страшной смертью абсолютно не переживали по поводу своей смерти и говорили это как бог решил поэтому удивить тем что кого-то распяли кто-то воскрес кто-то что-то говорил что надо больше соблюдать так они все были такие все они говорили надо больше соблюдать все они говорили я там надо устрожить там надо больше служить богу и так далее то есть но как бы не было ничего удивительного в том подходе который и в чудесах которые производились понятно да хорошо друзья все значит и что нам сказал раби шимон барюхая раби шимон барюхая в перте вот в третьей главе нам сказал вещь казалось бы очень прозаическую он нам сказал следующую вещь значит он сказал так раби шимон говорил шло шаши ахлу аль шулхан и хат в ламру аль-авдиврей тура киилу ахлу мизив хэмитим он говорит трое которые ели за одним столом и не сказали за этим столом слов торы они как будто бы кушали от жертвоприношений мертвых и он это доказывает и приводя отрывок из письменной теории написано так те конь шулхан от молуки цуа бли маком что все их столы и дал поклонников полны и это то что человек изрыгает сайта то что из него выходит то есть самые отвратительные такие вот субстанции да и всех столы вот этих и дал поклонников полны вот этих вот субстанции бли маком маком это это как бы одно из названий которым когда говорят ободе говорят в общем без бога значит что он имел ввиду вот собрались три человека вместе покушать по торе это уже становится совместная трапеза где они после еды должны один из них говорит давайте благословим бога благословенную очку пищу мы ели и двое отвечаю массой бог благословенную я пищу мы ели после этого каждой читает беркат амазон благословение после еды и значит и это заповедь это история читать благословение после еды потому что в торе написано будешь ты есть и насыдишься и благословишь бога всесильного твоего, за землю, которую он дал тебе и так далее. Получается, что если трое собрались вместе, то они уже на них есть определенная, как бы, возможность, создалась новая реальность, в которой они не просто могут, они обязаны благословить Бога. Теперь, если они собрались, и они Бога не благословляют, за еду не благодарят, значит, не вспоминают, Тору не изучают, зачем они собрались тогда, чем они, ну, что они в этом мире вообще делают? Они в этом мире решают свои вопросы, то есть они решают, то есть они в этом мире, как бы, эгоисты, собрались три таких эгоиста, которые решают свои вопросы. Теперь, если они не будут говорить про Бога, про Тору, про добрые дела, о чем они будут говорить? Если они выпьют, они будут говорить о политике, о женщинах, ну, если это мужчины, я не знаю, о чем говорят женщины, когда они втроем садятся и выпивают, наверное, о мужчинах, если они так кушают, выпивают, ну, как бы, такая у них совместная трапеза, значит, мужчины говорят о политике обычно, о женщинах не говорят, о политике, о работе, о бизнесе, ну, уже, может быть, в конце говорят и о женщинах тоже. Да, теперь, значит, что получается, да, что получается, что вот Раби Шимон здесь очень сильно разделил, разделил он очень сильно, как бы, мир на две вот этих составляющие, то есть, если ты не говоришь о Боге, не говоришь, Деврей, слова Торы и слова, мысли, которые связаны с Богом, то тогда он проводит границу, он очень крайний был такой, он очень, знаете, есть такие люди, люди крайности, да, то есть, он в, для него нет полутонов, он как вот, как был Шамай, и, кстати, Раби Шимон, он был больше по шитье Шамая шел, который был вот очень такой конкретный и очень резкий, и Аллаха будет по, по, в грядущем мире будет именно тоже и по Шамаю, и по Раби Шимону, закон будет идти, значит, он говорит, или ты с Богом, и дальше он продолжает, вот в этой же Мишне он дальше продолжает, но, говорит, Трое, которые кушали за одним столом Он говорит, те, которые сказали, слава Торы, они как будто ели со стола Бога, то есть, их стол тогда превращается в жертвенник перед Богом, как сказано Вайдабер Илай, как, это в пророке их есть телесказанное, и сказал, обратился ко мне Зе Ашулхан Ашерлиф Неашем, это стол, который перед Богом И здесь он провел очень четкую границу, он говорит, если ты не говоришь про Бога и не упоминаешь Бога в момент, когда ты кушаешь то, что Бог тебе дал То есть, раньше еда, это было более серьезный аспект, чем сегодня, то есть, раньше люди голодали, конкретно большая часть людей, большую часть времени голодали Конкретно был голод, еще недавно, там, лет 80 назад, в Украине, на Украине умерла, там, миллионы людей, 3 миллиона людей умерли от голода Не только Украина, по Волще, там, и так далее, это было 70 лет назад А 170 лет назад просто не записывали, сколько людей умирало Раньше люди, для них было, вот, нового урожая, они ждали этого урожая, а нет урожая, и что ты будешь делать? Ты ждешь следующего года, тебе же никто не привезет из Аргентины зерно там сюда или еще откуда-нибудь, да? То есть, человек ждет, ждет, ждет урожая, бах, не уродилось, все, умерли, все умерли, до следующего года никто не доживет Или корова там была, да, корова, значит, человек выращивает, выращивает, выращивает эту корову Думают, ну, вот я ее там зарежу, эту корову, да, колбасы же нет, никто ничего не продает Тут пришли татары-монголы, всех коров порубали и забрали, все Ни коров и урожая нету, все, умирали целые области Теперь, и если у них была трапеза, то это была реальная радость То есть, это было, вот, сели, поели, то есть, это было прям И теперь, если тебе Бог дал трапезу, то есть, ты дожил до трапезы Ты имеешь возможность хорошо вкусно покушать, и ты не благодаришь Бога Раби Шимов говорит, этот, эти и дала поклонники То есть, это люди, которые, кроме, кому они поклоняются, то есть, тут два варианта Есть человек, который поклоняется идолам, то есть, он поклоняется какой-то идее, что есть какой-то идол, который якобы там что-то где-то делает Да, это, ну, такая странная идея, но некоторые поклоняются идолам, да, там, эстимосы, индейцы и так далее Теперь, второй вариант, если человек не поклоняется Богу, не поклоняется идолам, то кому он поклоняется, он тогда себе поклоняется Он поклоняется себе, он говорит, это я эту еду сделал Это я, значит, кто мне тут указка? Никто И это тоже идолам поклонства, говорит Раби Шимов Но, что приятно во второй части, он говорит, насколько просто, насколько просто создать жертвенник для Бога Это просто ты берешь трапеза, и ты во время этой трапезы говоришь слова Торы Есть разные объяснения, одни говорят, что если ты благословил в конце, то это ты считается, что ты уже вывел всю трапезу То есть не надо достаточно в конце поблагодарить Бога, и этим самым ты всю трапезу как бы приводишь к, как сказать, то есть концовка дела, она определяет суть дела То есть то, что в конце является определяющим, было ли все, что вначале хорошо Потому что, вот смотрите, например, если человек переводит бабушку через дорогу, он делает доброе дело Все зависит от того, для какой цели он ее переводит Если он ее переводит, чтобы ограбить, он не делает доброе дело, переводя ее через дорогу Это подготовка к ограблению Если он ее переводит через дорогу, для того, чтобы в конце, переведя через дорогу, пожелать ей долгих лет жизни и так далее, то это доброе дело То есть концовка определяет суть И даже наоборот, если человек эту бабушку сбивает с ног, вот он ее прям сбивает с ног, разбегается и бабку эту со всей силы сбивает с ног Он сделал хорошее дело? Если он ее спас из-под машины, то да То есть если она после, так бы ее камаз сбил, а так, о, она только ногу сломала там и руку и все, ну жива осталась То этот его поступок, то есть все идет до конечной цели Поэтому те мудрецы, которые говорят, что достаточно в конце сказать благословение после еды И этим ты уже выполнил то, что сказал Раби Шимон, что те, которые говорят слова Торы за столом, они как будто бы едят со стола Бога Это они полагаются на то, что все идет за концовкой Есть мудрецы, которые говорят, что недостаточно, нужно во время трапезы сказать несколько слов что-то из Торы Повторить мечну, почитать что-то То есть это фантастическая вот такая штука Когда, я вот обратил внимание, значит, вчера вечером там, ну посоветовал кто-то моей жене посмотреть какой-то фильм Она посмотрела какой-то фильм, буквально 15 минут, какой-то там сериал И, значит, опа, она утром просыпается, у нее такое, ну вот не очень состояние, все Потом мы что-то там поучили из Торы про Бога, буквально 5-7 минут Вот просто почитали и сразу же состояние меняется То есть интеллектуальное, то, о чем человек думает, то, что он слышит, то, что он говорит Это является как пища для ума, которая опускает свои плоды Причем, что интересно, в уме человека это происходит очень быстро Так как в памяти есть воспоминания и о хорошем, и о плохом, и о страшном, и о веселом, и о духовном, и о недуховном, да То есть есть целый огромный запасник, огромный есть, да, запасник вот этих вот воспоминаний И любое событие из настоящего, любая мысль, она как бы сразу же падает в ту почву и сразу дает плоды То есть в мозге это происходит в 3 секунды То есть любая вещь из настоящего вызывает из прошлого по ассоциации какую-то связанную с ней штуку Поэтому, когда ты кушаешь, и ты в это время говоришь, ну что, давайте про Тору, давай про Тору И значит, и пошли Тора, она вызывает воспоминания Тора, какая-то хупа, свадьба, какие-то духовные вещи То есть ты сразу включаешь духовную реальность, и она подключает тебя к духовной реальности С неба на тебя тоже начинает идти духовная реальность И получается, что та еда, которую ты ел, это как жертвенник То есть в принципе человек же это как жертвенник То есть на жертвеннике сжигали животные, а мы сжигаем животных внутри себя, в животе То есть ты кидая в себя курицу, ты как бы ее сжигаешь в своем внутреннем жертвеннике, да Вопрос, куда пойдет энергия этой курицы Или эта энергия курицы пойдет на, ну на постоянную вот эту суету Или энергия курицы пойдет на то, что ты создаешь себе духовное, духовное тело Я закончить хочу сегодня, сегодняшний урок хочу закончить Значит, я прочитал очень интересную статью Я даже сброшу ее, потому что, ну вот она реально как бы на меня произвела впечатление Что было понятно, какие люди, вот, какие раввины бывают, да Это статья о раввинах Блэйзер, был такой раввин Блэйзер, ученик Раби Истроля Салантера И там мне запомнилась такая вещь, он, когда ему было 66 лет, он переехал в Иерусалим И у него был его хеврут, а друг с тем они вместе изучали Тору, Раф Берлин И они были на невероятно высоком уровне, вы прочтете эту статью, увидите, ну что это были за люди И они договорились с ним, что кто первый умрет, в первую неделю обязательно придет и расскажет, как там на небе Ну, к другому, тому, кто умрет позже И когда он умер, кстати, там интересно описывается, как он умирал Он собрал своих друзей, родственников, сказал, что я сейчас буду умирать Прочитал Шмай Страэль, абсолютно осознанный, бодрый голос, без агония и без ничего Со всеми попрощался, закрыл глаза и умер Это как раз вот он, а другой был Равляу Деслер Это тоже вот, ну, те люди, с кем я искренне восхищаюсь Он во время разговора сидел, потом он вдруг говорит Вы знаете, говорит, сейчас у меня такая боль, которую я в жизни никогда такую боль не чувствовал Прямо во время разговора Говорит, я, наверное, ухожу Закрыл глаза и умер Да, это Рав Деслер Вот представляете, какие это были люди, на каком уровне И он через неделю вернулся Ну, вернулся к этому своему Рафхайм Берлин, это его хеврута Он к нему вернулся И говорит, ты знаешь, когда ты умираешь, то просматривает твою жизнь в мельчайших, в мельчайших подробностях То есть, как бы Небесный суд, он действительно идет, как бы Я так думаю, что вот эти вот все воспоминания, которые были у человека, хранятся Они как бы оттуда выходят из этого жесткого диска И они просматриваются на какой-то, как бы, вот этот весь набор воспоминаний, он просматривается Он говорит, что и остается только то, что имеет отношение к духовности То есть, то, которое, заповеди и добрые дела, все остальное туда не возьмешь Если у человека ничего не было, кроме этого, значит, его нет И вот для духовного мира, как его не существовало здесь при жизни, для духовного мира Так его не существует, ну, раз ты не хотел жить духовной жизнью вообще Раз для тебя все это ничего не стоило То, естественно, тебе, когда ты умер, то тебе некуда идти Все, ты как бы остался здесь Ты всю жизнь думал о материальном мире Все Теперь он говорит, просматривает очень жестко Ну, все просматривается Но, говорит, тому, кто в этом мире был снисходителен к другим людям Тому, кто в этом мире был мягкий И, ну, вот именно он там приводит слово снисходителен к другим людям К нему относятся так же То есть, та мера, которую человек меряет, меряет ему на небе Это очень важно Быть добрым Не быть судьей, не быть строгим к себе, к другим людям А быть спокойным, радостным Все, удачи, успехов, хорошего дня Сделайте свои выводы Мой вывод первый, что если кушаешь, говори слова Тора Все Значит, это главный вывод по этому уроку И или ты в Торе, или ты не в Торе Или ты в предыдущей Мишне Или ты говоришь о Торе, и тогда у тебя есть божественное присутствие Или ты, как говорил Пелевин Он говорит, люди в мире делятся на две категории Есть, говорит, клоуны у Пида Ну, этих самых, которые нетрадиционные Которые работают клоунами у людей нетрадиционной ориентации Или есть люди нетрадиционной ориентации, которые работают у клоунов Он говорит, две категории Он говорит, я не хочу быть ни тем, ни другим Но Пелевин не знал про Тору А мы-то знаем про Тору Все, это выход Тора, выход на свободу Все, удачи, успехов и свободы Тора это свобода Все, всем пока Напишите свои выводы, пожалуйста